Было время, когда я жил, скажем, вне закона. Зима была, сильная зима. Мне привезли продуктов питания, их оставалось очень мало. И там был стовочек, и я, знаете, как обелечивал рыбаков. Типа, стовок зарыбленный. Там никакой рыбы, по сути дела, не было. Но я с них немножко там имел водку, сигареты. Но до этого, знаете, когда проблемы тебя касаются, тебе уже жить не хочется абсолютно. Знаете, что делает дьявол? Однажды был вечер, до такой степени было все сложно. И наступают те моменты, когда выхода нет, просто его нет. И вдруг, я никогда не думал, влетела мысль в голову. Застрелись. Я так жил этой мыслью, мне так стало сразу хорошо. Я сразу представил, столько мыслей. Вот зачем вообще человек живет? Зачем вот столько времени, вот эти все проблемы? Я все равно умру. Ну, чуть позже, чуть меньше. Какая разница вообще? Вот разобраться. Мне так стало легко от такой мысли. Я этой мыслью стал жить. Просто-напросто. Я считал дни, я попростил человека, я говорю, я как бы живу сам в лесу, привези мне ружье. И с тем, хотел выманить ружье. Я профессиональный охотник в свое время. Я уже сам представил, как я застрелюсь. Я просто этой мыслью бредил, считал дни. Ну, как-то повешено, мне не хотелось себя на дереве видеть. Я бы уже не видел, конечно. А этот человек посмотрел мне в глаза так, как-то пристально. Я вот до сих пор помню. Он говорит, ладно, я подумаю, если что получится, я привезу. И он уехал. Проходили недели, месяцы. Нет, голод наступал сильнее, рыбакого уже нет. У меня заканчивалась еда. Ее, по сути дела, уже не было. Шла вторая неделя. Я там пытался делить, делить, делить. И в один прекрасный момент я понимал, что все силы меня оставляют. Я уже не мог топить, ничего делать. И там было два полигона. Один полигон был промышленных отходов. Другой был обычный, свалка мусорная. Я себе сказал, я никогда туда не пойду. Я умру, но я туда не пойду. Я бы этого никогда и не делал, и не сделал бы. Но был момент, когда, я думаю, знаю, там людей, когда-то они там приходили, скажем, они как бомжи, но снимали какой-то дом. Я говорю, пойду возьму сигареты. Силы меня оставляют. И минус 25 на улице, минус 25 в доме. Одинаково, по сути дела. И думаю, возьму еще, покурю. А там уже, наверное, утром уже и не проснусь. Потому что застрелиться не удалось, уже не привезли. Ну, в общем, не конец. Я пришел к этим людям, еле, да телепался, правда. Зашел к ним, ее звали Татьяна. Она говорит, вот садись с нами, поешь. А я же сказал, я ничего со свалки брать там не буду. Я же понимаю, что оттуда. Я говорю, нет, Таня, ну вы со свалки питаетесь. Я говорю, я этого делать не буду. Хотя был голодный, я уже весил килограмм сорок. Это вообще. Она говорит, я говорю честно, я говорю, не со свалки, говорит. Вот действительно мы ходили в магазин, купили все. Я говорю, смотри. Они мне дали сигарет. Я там съел, еле-еле сел чуть-чуть борща приготовленного. Ее сожитель сидит такой и табак скручивает. Я смотрю, в руках у него маленькие евангелия такое. И он мне говорит, ты знаешь, там такая бумага хорошая. Говорит, так курится хорошо. Я такое возмущение внутри. Я говорю, ты что, это же верю. Я тогда как бы неверующий был. Но я уже понимал, я понимал святыню. И так себя, ты что думаешь, как ты можешь, курить Библию. Я говорю, ну это же вообще сумасшедший, думаю. Я такой, и у них целая пачка книг стоит. Они там макулатуру сдают. Я сидел, думаю, не, пойду. Я взял сигарет. Хоть там я чуть-чуть съел. Я многое понимаю, что если бы я съел, там плохо бы мне еще стало. Но думаю, я не буду позориться. Вот. Встаю и вижу книга такая. Они как-то ушли. Я на книгу посмотрел, она Гудинга. Дэвид Гудинг. Окно в рай. И я ее, в общем, у них тихонько спер, эту книгу. Вот. И думаю, в конечном итоге я как бы, я даже ее не спер. И вот как бы думаю, ну как так можно согрешить, да. Я Слово Божие спас. Просто-напросто. Вот именно то, которое. И я эту книгу вот. И мне Бог тогда вот как-то показал. Говорит, возьми эту книгу. Я ее вот тихонечко раз и думаю, все, надо оттуда потихоньку. Говорю, все, все, спасибо. Набрал там сигарет. Вот. И пошел. У меня же там ни света, ни воды нет. Это просто была такая хижина, которая просматривалась в улице. Это был конец весны. Нет, не конец зимы. Да, это конец зимы, начало весны. Очень задержались такие морозы. Я зажег эту лампаду туда и начал читать эту книгу. И вы знаете, как полились у меня слезы. И вдруг я стал понимать, я говорю, зачем я живу. И вот это желание, которое, когда вселил дьявол, что я хотел умереть, застрелиться. И вдруг оно стало отходить. И это я стал, я почувствовал. Я стал, я захотел просто жить. Я реально не хотел жить. Я реально понимал, что, ну, переживет отец, там, родные. Ну, как обычно, он умер человек. Ну, чуть поплакали. На этом и все. Вот так вот вкинул дьявол в голову. Мне вот такую мысль. Я стал читать эту книгу. Знаете, слезы шли с моих глаз. Я никогда не плакал. Меня заставить было плакать. Это было очень сложно. Вот. И я стал удивляться, откуда эти слезы взялись. Откуда и я захотел жить. Действительно, через два дня пошла весна. Там мне, я скажем, был на нелегальном положении таком. И через два дня буквально вот наступило такое тепло. Я кое-как там доковылял, сделал первую работу, зашел в магазин, там взял продуктов. И тогда вот эта милость Божия, она вот, знаете, вот эти два дня, вот эти, что я книгу читал. Мало того, что у меня не было есть. Я говорю прямо, два дня вот ничего не ел. Я прочитал эту книгу. Я понял, что я сын Божий. То есть, дитё Божий. Не сын Божий, а дитё Божий. Я понимаю, для чём мы живём. Это свидетельство для того, что если кто-то захотел бы отцвести, скажем, жизнь, концы свои. Знаете, это мысль от дьявола. Я не знаю, дойдёт это, как где-то свидетельство будет, кто-то слышит или знает, или ещё что-то. Но это будет укрепление. И ещё я встретился с одним человеком. Интересный человек. Это было зимой, это из Рыбаков. Он зашёл ко мне в этот хибару. Значит, ему было в районе 80 лет. Я не буду говорить уже точно, но 80 лет. Самое интересное, что я не знаю, что повлияло. Я был неверующий тогда, что я жил. Я не знал. У него полились вот слёзы из глаз. Он говорит, никогда в жизни. Этому человеку надо было выговориться. Он говорит, я никогда в жизни никому не говорил о своей жизни. Вы знаете, вот 80 лет человеку, а время не имеет над ним власти. Вот как был красив, он так и остался. И он свидетельствовал. Я вот здесь местописание хотел, сразу быстренько прочитаю, скажу. В экклесиаста. Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушай от сердца твоей радости в одни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего, и по ведению очей твоих. Только знай, что за всё это Бог приведёт тебя на суд. И этот человек начал рассказывать свою жизнь о том, что он родился до войны. Во время войны он настолько был красив, что даже, говорит, меня призвали на фронт, но я, говорит, ни разу не был в боях. Говорит, я так пользовался своей красотой, говорит. Вот меня любили дамы, говорит. Я, говорит, настолько вот оперировал всеми вот этими событиями, чтобы, говорит, вот так вот не получалось вообще в войнных действиях участвовать. И даже однажды, говорит, я знал такую женщину, узнал, и она мне рассказывала, как она работала на гестапону, она очень красивая, и даже НКВД её не взяла, не репрессировала, говорит. Вот так вот красота, говорит, она спасала, не спасала, говорит, а так, говорит, можно в жизни. И он мне рассказывал свою жизнь, очень много событий, я не буду об этом, о всех этих событиях говорить, но в конечном итоге. Он мне, говорил, сидел и плакал, говорит. Вот я смотрю, говорит, назад. Говорит, я прожил всю жизнь, прогулял, говорит, в полном смысле слова. Говорит, сейчас у меня нет ни дома, ни семьи, живущую женщину, воспитываю, помогаю чужим детям, говорит, внукам, говорит. И у меня, говорит, вопрос, говорит, может, ты мне скажешь, говорит, а зачем, говорит, вообще мы живём? Я не знал Бога. Если бы я знал Бога, я бы ему сказал, зачем. Я не буду так же в Экклесиасте, там есть, когда человек подходит к человеку старость. И вот знаете, мне Бог так открыл, что описано, что происходит с человеком, когда он всю жизнь прожил, и в конечном итоге идёт весна, рассыпается каперс, цветёт миндаль. Она цветёт полным ходом, но ты, как старый пень, который упал, и нет у тебя больше ничего возможности, ты умираешь, и уже собрались тебя хоронить. Бесцельно прожитая жизнь. Я вспоминаю, вот эти, знаете, как-то вот эти два свидетельства, они вот связаны, я много раз говорил об этом. И Господь предупреждает, это свидетельство до тех, вот бывают люди прожили всю жизнь, а Бога так и не познали. И тогда жизнь становится бессмысленной, бесценной. И тогда человек приходит, и тогда ему надо выговориться. Ну, я не знаю, прошли многие годы, я молился за этого человека, не знаю, покаялся он или нет, жив он или нет, может, Бог ему дал всю жизнь и покаяние. Вот такие свидетельства мне бы хотелось, то, что я рассказал вам, пусть всех Бог благословит. Не знаю, 10 минут, я думаю, я сложился. Я очень кратко. Всё, с Господом. Спасибо.